Я хотел спросить у Михаила, казалось ли вам это время действительно таким, к которому иначе, кроме как с иронией, относиться невозможно, потому что оно такое парадоксальное? Да. Естественно, мы все знали, что это никогда не кончится, поэтому отрывались как могли. И ведь в чем вообще, если серьезно говорить, большая разница того времени и теперешнего? Вот тогда, когда давлела идеология вот так глобально над нами, над нашим обществом, она была единая, коммунистическая, и мы жили, вступая во все эти... Сейчас вот вступают в другое, а тогда в комсомольцы, в пионеры, в партийцы. И народ был единодушен, потому что никто ни во что это не верил. Это было абсолютно карьерное или необходимо. Там в школе нельзя не вступить в пионеры, в комсомол, если не вступишь, то не поступишь в институт, а по партийной линии ты продвинешься в карьере. И это было замечательное время, когда никто ни во что не верил, все играли в эту игру, на кухнях рассказывали вот те самые анекдоты и принимали условия этой игры. Сейчас время очень похоже, с небольшим исключением, что очень многие верят во всю эту шнягу, которую нам насаждают. И это меня поражает. Меня действительно поражает, что огромное количество людей, верующих в эту всю херь. Виктор, кажется ли вам на расстоянии по отношению к 70-м годам, ну или к поздним 60-м, или к ранним 80-м, что действительно было так, что большинство народа ни во что не верил, относилось к этому скептически, и это рождало иронию, которая переходила в разные жанры, в том числе и в анекдотический. Ну и в то время точно так же сидели люди и говорили, блин, а ведь наверняка же найдется кто-то, кто искренне говорит всю эту херню на партсобрании. Причем, более того, в той книге Юрчака, которую вы цитируете в фильме, там есть куча таких примеров. Собственно, когда, например, анекдоты про Брежнева, это была абсолютно общая вещь, это, конечно же, была часть общей кухонной культуры, но, например, когда появляется серия анекдотов про Ленина, куча информантов Алексея Юрчака говорит, нет, вы что, не трожьте святое, вы с ума сошли, что ли? Потому и рассказываем анекдоты про Брежнева, чтобы Ленина не трогать. Поэтому вот это расслоение между официозной частью, от которой все смеются, и той последним рубежом, то, что идея-то у меня все равно хорошая, оно точно так же было и тогда, и сейчас. То, что очень часто в российской социологической критике называется двоим мыслям, лукавым советским человеком, иронии в ненаходимости из этой же серии, несмотря на то, что книжка Юрчака сильно выдается по качеству, среди всего того, что я перечислил. Но, тем не менее, за этим всегда стоит такая идея, то, что советский человек – человек с фигой в кармане. И поэтому он рассказывал анекдоты. И поэтому анекдот был способом справиться с когнитивным диссонансом о том, что вынужден подчиняться этим правилам игры. Но вообще, кажется, там все было чуть посложнее. Но как минимум, потому что советский анекдот в 70-х не является уникальным жанром. Он дает кучу аналогичных сюжетов в других эпохах и в других странах. Например, анекдот про невозвращенцев. Я попытаюсь, я не знаю, считаете вы контекст или нет. Как ты думаешь, что такое главный специалист по иммиграции в стране? Это когда второй человек в партии валит из этой страны первым. Это немецкий анекдот, связанный с побегом Рудольфа Гесса, второго человека в нацистской партии, который, в общем, не бежал, а летел к Черчиллю договариваться о перемирии, чтобы спасти Германию во Второй мировой войне. Где его, конечно, тут же приняли и сказали, что ты больной. И вся Германия в этот момент рассказывает анекдоты, которые один в один анекдоты про невозвращенцев советских 70-х годов. Ну или, например, из этой же серии про Рудольфа Гесса, когда его приводят к Черчиллю. Черчилль спрашивает, так это вы тот самый сумасшедший? Гесс говорит, нет, я его заместитель. Абсолютно тот же мотив, абсолютно тот же сюжет. Поэтому не надо абсолютизировать уникальность нашего анекдотического наследия. Да, я не пытаюсь его абсолютизировать, и даже интересно будет про это поговорить, но в частности интересно поговорить про время и про тот всплеск, который жанр-анекдоты пережил именно в застойные годы. Хотя я не то, что вы там говорили, я немного лукавлю, когда я говорю с экрана, вот помнит ли кто-то хороший анекдот, но они появляются. Я буквально сегодня, когда пошел дождь проливной, и Патриарши пруды снова залил, что-то там прочел, что Собянин решил поменять мокрые бордюры на сухие. Ну, в общем, они, конечно, появляются. Можно о лаверды просто, поскольку вы задали этот анекдот в фильме, теперь как придется. Моя коллега Саша Архипова, который занимается как раз анализом фольклора, недавно обнаружила очередное воскрешение старой репризы из 20-х годов. Лукашенко заходит к себе в кабинет и обращается к своему портрету. Ну вот, а теперь меня снимут. И портретом отвечает, это меня снимут, а тебя повесят. И все-таки, несмотря на то, что они появляются вот сейчас или переинтерпретируются и перекраиваются со старого на новый, можно ли сказать, что в 70-е их было больше? Вот вопрос и к вам, и к Михаилу как к практику жизни в 70-е годы, а заодно давайте попытаемся подумать, почему так было, почему их в 70-е было настолько больше, чем сейчас. А черт ее знает. Ну, я свидетель. Я же не читатель, чупча писатель. Кстати, тоже анекдот из тех времен. Ну, тогда как-то с юмором было по монотоннее, чем сейчас. Если хороший юмор прорывался, во-первых, на него трудно было попасть. Я же даже поработал в театре Райкина, Аркадия. Что творилось, чуть не конная милиция перекрывала, когда были его спектакли. Или там были редкие, какие-то телевизионные программы. Сейчас юмор прет из всех челей. Иногда это, ну, как навозную кучу разбирая, кто там петух нашел. То есть, когда ты смотришь там, вот я не смотрю этот комедиклаб, потому что иногда что-то смешное оттуда кто-то пришлет через этот самый WhatsApp. Но для этого надо посмотреть тонну какого-то говна, который там они шутят. Ну, я не говорю про старую гвардию, от которой у меня волосы на теле дыбом стоят. Вот просто я смотрю Петросяна, и мне, у меня, я не верю, я не верю, что это может быть. Потому что он ахинею, которую он несет, ну, по какому-то опросу еще в то время, когда я работал у Райкина, какой-то был социологический опрос, и выяснилось, что Петросян намного более популярен, чем Аркадий Райкин. Так что мало было юмора, поэтому анекдот компенсировал вот эту необходимость человека в развлечении. Я, готовясь к нашему мероприятию, посмотрел, я забыл все анекдоты и наткнулся на анекдоты. Очень смешно, потому что это рассказано на английском языке, когда Рональд Рейган рассказывает анекдоты. Про работчика, да? Про советскую, причем на ура у него там в Конгрессе они проходят. Один анекдот – это когда человек… Ну, все помнят, как можно было купить машину, надо было быть передовиком, надо было там донором, не знаю что, и если ты все прошел, все препоны, и наконец-то тебя записали в очередь, вот человека там все рабочий, ну и говорят, так, ну хорошо, значит, сдавайте деньги, через 10 лет приходите получать. Он говорит, утром или вечером? Он говорит, послушайте, какая разница, через 10 лет? Он говорит, просто утром у меня сантехник придет. Это рассказал Рейган. Второй анекдот Рейгана, короткий, когда встречаются три собаки, американская, польская и русская. И американский говорит, вот у нас как, вот если ты долго лаишь, 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 то кто-то придет и даст тебе мясо. А польская говорит, а что такое мясо? Русская говорит, а что такое лаишь? Вот это типичные анекдоты, которые… Виктор, а вам тоже кажется, что вот была потребность в смехе, не было стендапа, ютуба, комедии, ну и прочего всего, и это все канализировалось туда, в жанр анекдоты? Нет, но все-таки это слишком линейное объяснение, в духе того, что почему мы анекдоты травили? Так у нас ютуба не было, то есть так ты можешь все что угодно объяснить. То есть нет такого, что анекдот убил русский ютуб, бессмысленный, беспощадный. Раньше травили анекдоты, сейчас травят политиков. Это тоже свою роду анекдот. Не-не, это фейсбук, это другое. В фейсбуке травят тех, кто травит политиков. В симметре, однако. Но если как бы серьезно, сейчас на секунду выйти из этого веселья, то вообще же проблема анекдота это огромная тема исследований. Не только фольклористов, которые их жизнерадостно собирают и каталогизируют, но и социологов, и антропологов, которые пытаются понять, с чем связан, например, расцвет этого жанра. Есть замечательная работа Мэри Дуглас, такого классика социальной антропологии, которая как раз посвящена о некоторых факторах восприятия шуток и острот, где она пытается показать, в каких обществах с большей вероятностью победит культ анекдота. И вот два параметра. Первый – это то, насколько данная среда отделяет себя от остальных, насколько она герметична и замкнута, мы и они. И второй параметр – это наличие внутри жестких форм социального контроля и множественных иерархий, что важно, то есть нелинейность. И вот в них как раз будет культ анекдота, так называемый high group, high grid. Есть сообщества, которые наоборот эгалитарны, где нет жесткой иерархии, но при этом также отделяют себя от внешнего мира. Low grid, high group. Вот там будет царство баек, поучительных историй и притч. Она, в частности, показывает, почему все притчи о галилеянине полностью идентичны анекдоту по своей структуре от сетапа до панчлайна. Ну и там, в каком из типов социальных агрегатов восторжествует, например, культ вот этого ситуативного юмора, то, что называется shaggy dog jokes, когда долгий, долгий, с нагнетанием интриги анекдот, заканчивающийся абсолютно бессмысленной фразой. И все смеются просто, потому что они потратили 25, минут жизни на выслушивание абсурдного нарратива. То есть practical jokes. Куча таких исследований, которые показывают, как социальная структура и вот эта инверсия социальной иерархии связана с конкретными социальными нормами. Ну, например, опять же, из книжки Юрчака замечательный анекдот. Закрыто, переучет. Умирает чиновник, советский бюрократ, номенклатурный, у него на могиле написано «Меня нет и не будет». То есть перепрочтение какой-то одной жестко ритуализованной, внятной, фиксированной практики, смерть, через другую, такую же ритуализованную, устойчивую практику. «Меня нет на рабочем месте». Или там, кто такой Карл Маркс? Это экономист. Как наша тетя Циля, тетя Циля старше экономиста. Опять же, одна иерархия перепрочитывается через другую иерархию. И тогда получается довольно забавная история. Потому что, что это такое столкновение иерархии? Это ритуал. Любая попытка ритуализации и деритуализации. Если вы сейчас зайдете на выставку не навсегда, удивительным образом на подходе к ней вы считываете абсолютно этот формат, хотя я, например, в 70-е не жил. Контроль со стороны службы безопасности музея и классический образ смотрительницы. Критиковской галереи, которая тоже является уже частью фрейма, они идеально вписываются в это дико ритуализованное пространство, которое организовано так, чтобы было понятно. Ну, вот тебе красная дорожка, зеленая лампа, ракетный пол. И сотрудник службы безопасности, он же санитарного контроля и смотрительница этой выставки являются частью этой выставки. Мы считываем... И открыта одна дверь из четырех. Обязательно. И ты ее открываешь, у тебя уходит этот красный коридор и думаешь, что не ума хрена? А, да, это же выставка. То есть не сразу решаешь надо зайти. Это считываемый формат. Это очень ритуализованный формат. И поэтому мы до сих пор смеемся над анекдотами. То есть вы можете сейчас сказать, что мы уже не понимаем, над чем смеялись, но мы глухох в зале показывали, что мы все прекрасно понимаем. Это тот же самый ритуальный формат травления анекдотов. Да, он может вырождаться в меме, во что угодно другое. Но у меня он сохраняется, как ритуальная форма. Просто у него другое содержание. И анекдотов было так много, потому что было много ритуалов? Потому что сама практика рассказывания их... Что такое ритуал? Да, там требуется три компонента, чтобы что-то было названо ритуалом. Должна быть некоторая символическая система, а в случае с анекдотами две, которые мы сталкиваем. Экономист, старший экономист, мы подрываем одну иерархию через другую. Это не только специфика советского анекдота, специфика любого анекдота. Должно быть коллективное действие, где люди сидят вместе, как мы с вами, например, сейчас анекдоты со сцентра. И должна быть воспроизводимость повторяемая. Это вы питаете, да? То есть это как ритуальные действия, они должны иметь некоторую повторяемую природу. Вот если есть повторение, совместность и символическая система, например, столкновение двух, то мы можем говорить о том, что это ритуал. В этом плане рассказывание анекдотов на кухне, на сборище друзей, конечно, это ритуальное действие. Вы помните травление анекдотов? Вы были довольно молодым человеком еще в 70-е годы. И это все тоже бытовало в вашей среде, да, травить анекдоты? Травили анекдоты, и... Как-то вот я забыл обо всем этом, сегодня стал вспоминать все темы. Такой довольно был ограниченный круг тем. Это Брежнев, как колоритная фигура. Брежнев, Чукча, Чапаев, сумасшедший дом. Вот это были... Это тоже происходило, что вы могли час, два, три сидеть в друзьях? Нет, ну это тоже как-то, это скучно. Я не люблю вот людей, которые там, я многих знаю, когда... Знаешь, как этот говорит? И по любому поводу у него 10 анекдотов. Ну, это... И причем ты смеешься, но какой-то осадочек неприятный остается, что, ну человек, лучше расскажи что-нибудь смешное из личной жизни. Вот у меня, я, например, мой главный анекдот был, что я снял красный флаг на 70-летие советской власти. Это была тогда вообще модная шутка. Любые там праздники, 1 мая, 7 ноября, снять флаг и прийти в гости с флагом. Потому что на каждом дереве были, на каждом дворе были, значит, эти флаги. И уже так надоело даже. Ну, куда его девать потом? А тут мы сняли и нас замели, и его еще порвали в итоге, этот флаг. Грозило, значит, когда нас свинтили со стрельбой, то и раскрутили так, что и BBC, и «Голос Америки» об этом говорил. И нам грозило от 2 до 7 лет. Порча флага Советского Союза с гербом или без герба, является решением свободы от 2 до 7. А так как у нас еще порванным он был. Вот так мы пошутили. Выгнали всех из института, из комсомола, в общем, не сели. В итоге мой друг, однокурсник, Сергей Русуляк, на эту тему снял фильм «Русский рэк тайм» по поводу наших флагов. Так что мы шутили жестко. Вот я написал книгу, у меня есть книга «Мемуары двоечника», где я вспоминаю никаких анекдотов, но жизнь тех лет была немножко вся анекдотичная. Но вот конкретный анекдот, вот это мы, пацаны, которые жили в высотке на Котельнической набережной, это не была высотка элитная. Мы-то как раз до сих пор, у меня родители там живут, вот крыло, которое я могу сейчас выдать, хотя сейчас времена опять могут замести за это. Крыло, корпус А, который выходит, не центральный, который выходит на Москварику. Это корпус КГБ. Все, хана, я это сказал. И вот мы же, мы по обмену, мы же до сих пор родители в корпусе КГБ. Хорошие соседи. Да, хорошие соседи, веселые друзья. Так вот, я с друзьями из КГБ, мы ходили, играли в хоккей, и у нас был этот роскошный гастроном, мраморный гастроном, который сейчас стал пятерочкой. Странная эволюция. И был помпезный мясной отдел, мраморный, абсолютно, как у вас в кино, и ничего в нем. Кости, три кости лежат. И была такая шутка, мы приходили, меня подсылали туда, лет по восемь нам было. И стоит в такой халлой огромная эта продавщица, мрачная. Мы подбегаем и говорим, скажите, а у вас мозги есть? Она говорит, нет. Мы говорим, а говяжьи? И умирали, она за нами бежала. Вот это жизненная история, которую мы травили про продавщики. Это, конечно, ситуация прям все оттуда. А вот я выписал анекдот, который вот смеющиеся сейчас детские голоса, их не будет, потому что они не понимают смысл этого слова. А мне он понравился, я его никогда раньше не читал. Встречаются два магнитофона, японский и советский. Советский говорит, я слышал, у тебя хозяин новую кассету купил. Он говорит, да, дай пожевать. Вот дети, дети не дали. Вот смеется ребенок, а ты что-то смеешься. Мне кажется, у детей на слое магнитофон еще настал. Магнитофон уже смешно. Белый шум, да, уже все. Виктор, а с чем связан именно ритуал рассказывания анекдотов? Вот почему они появлялись, понятно, что так была устроена жизнь, так было устроено общество, но оно было устроено и прежде похожим образом, и сейчас во многом его реплицируют. А с чем был связан именно ритуал бесконечного травления анекдотов рассказывая о них? У Михаила такого не было в юности, но я прекрасно понимаю, что люди их под час, два, три, это могло продолжаться бесконечно, всю вечеринку. Потом их свинчивали. Смотря в каком крыле дома на Котельнической набережной. Либо в сумасшедший дом, либо в КГБ. Да, вопрос о том, поленился или не поленился тот, кому рассказали. Анекдоты, пересказать этот анекдот дальше. На самом деле тоже ничего нового. То есть травление анекдотов было и раньше. Это абсолютно не история 70-х годов. Не говоря о том, что все сюжеты, которые в анекдотах 70-х годов появляются, они тоже были раньше. То есть когда умирают сюжеты анекдотов, то есть когда он выводится из употребления, когда исчезает считываемость той символической системы, которая использовалась до этого. Например, мы в воспоминаниях о Меньшикове при дворе Петра I и у Фрейда найдем один и тот же анекдотический сюжет. Например, где Фрейд, описывая, что такое остроумие в его отношении к бессознательному, рассказывает про литературного критика, которого затащили двойну воришей на выставку, где выставлялась куча купленных ими картина, заодно два написанных их портрета. Два сооснователя компании и жирные морды, мы бы сказали новые русские, но понятно, в 1905 году в Австрии все же скорее новые австрийцы. И он смотрит на эти два портрета, делает готовь пена, говорит, мне кажется, все же между ними нужно повесить распятие. И мы, конечно, не считываем про то, что Христос был распят между двумя разбойниками, что это опять ровно та же самая логика подрыва одной иерархии экономической через другую иерархию религиозных мифов. Но для нас это уже не считывается, конечно, никак. Тем не менее, это есть и в воспоминаниях о дворе Петра Первого, где Меньшиков говорит, а вот здесь, значит, я повешу чиновника Х и чиновника У прямо вокруг распятия как раз в самый раз. И этот же сюжет найдем у Фрейда, и этот же сюжет найдем в 20-е годы. Все, после этого он исчезнет. Почему? Потому что теперь надо объяснять, значит, где именно и между кем и кем распяли Христа. То же самое с историей советского анекдота. Это бесконечно воспроизводимая история, пока все еще считываются коннотации символические, которые за этим стоят. И травление анекдотов, да, оно может перейти в обмен мемами в WhatsApp, но при этом содержательно эти сюжеты остаются, пока жива та символическая система, которая их породила, или столкновение этих символических систем, которые мы там обнаружили. Но там же у Юрчика, например, там другая любопытная модель объяснения заложена, почему именно в какой-то момент расцветает именно такой тип юмора. Он ее берет у Петера Слоттердайка. Он описывает три типа Слоттердайка, три типа юмористических высказываний. То есть, первое, то, что называют кинические, это совершенно такое грубое, раблезианское, которое просто за счет такой физиологичности с каталоги подрывает существующий социальный порядок. Ну, вот, типа, громко испортить воздух на похоронах советского деятеля. Это такой, типа, провокационный. Второе, это усталый цинизм. То есть, когда мы, почему-то, кураторы выставки не навсегда решили объявить 70-е годы десятилетием советского постмодерна. Это, конечно, циничная ирония и метапозиция. Человек, который вынужден играть по правилам, при этом никак к этим правилам не относится. Нифига не постмодерн. Ничего нового в иронии нет. Но, тем не менее, там есть некоторые высказывания. А третье, то, что называют Юрчак вслед за Слаттердайком, юмор, который устал бороться. 70-е годы период, когда всем уже пофиг. Поэтому, да, то есть, понятно, что это будет навсегда и единственное, что мы можем делать, это отрываться. И поэтому, собственно, возможно, как раз вот эта устная ритуализация постоянного воспроизводства рассказывания и рассказывания анекдотов именно в этот период. Но сами анекдоты, они не прибиты гвоздями к 70-м годам. Те же самые сюжеты есть в 20-х и даже в 50-х годах. И те же самые сюжеты вернутся в 90-х, но вместо номенклатуры будет уже новый русский. И будут ровно те же самые обороты такой псевдонародной критики и точно так же столкновения иерархии, как это было в 70-е годы. Ничего нового. Михаил, а были, вот вы упоминали про крыло с КГБшниками и про анекдоты про Брежнева, а были те, которые, вы реально понимали, что вот не в любой компании можно рассказывать. Я понимаю, что 70-е время вегетарианское по сравнению с предыдущими поколениями, но вот было что-то вот куда вы опасались заходить, понимали, что из этого может прилететь. Я старался не попадать в компании, где лучше не рассказывать такие анекдоты, но да, конечно, все понимали, что всегда есть в больших коллективах всегда были, их называли, там в театре 41-й называли его. Почему? Не знаю, вот это какая-то, не помню, откуда этого возникло, но в театре вообще сложно, ведь в каждом коллективе были эти стукачи и доносчики, а в театре-то проще, едет на гастроли театра, и вдруг еще один человек. Кто это? Как это? Нельзя же сказать, он наш артист или кто? Вот. Всегда на него, рассказывали на него на гастролях Наталью Селезневу натравляли, и она с ним ходила, гуляла, он ее кормил, водил, все, и тем временем все могли шнырять, и все, слава богу, знали, кто это и что, поэтому она на себя брала удар, а в последний момент я говорила, все, до свидания, и на этом все заканчивалось. Нет, ну, знаете, вот, не знаю, если читать, что было страшно, там, я помню, как мы с друзьями нам на сутки дали распечатанный архипелаг ГУЛАГ Солженицына, и мы сутки читали по очереди друг к другу, вот за это могли влететь по полной. Просто из области юмора, вот там шутка, которая очень актуально становится и сейчас, когда встречаются два лагерника, там, это уже там какие-то 50-е годы, то есть 40 какие-то, и один говорит, сколько у тебя, он говорит, у меня 25, он говорит, за что, да ни за что, он говорит, врешь, ни за что, 10 дают. это страшная шутка, которая имеет под собой абсолютно явную политическую основу, а вот анекдот, который я выписал, тоже из этой немножко области, четверо знакомятся в поезде, один говорит, Иванов, шофер, Петров, врач, а у меня фамилия загадка, первая часть то, что большевики обещали до революции, а вторая часть то, что получили после, третий говорит, Пронин, майор, а вы, товарищ Райхер, сейчас пройдете со мной. Виктор, я знаю, что вы обычно не разрешаете говорить, что есть какие-то такие крупные национальные практики общественные, но неужели анекдоты... Это вы сейчас так слово менталитет замаскировали, да? Крупные национальные практики. Я так пододвигаю к этому слову. разговор, но тем не менее, неужели анекдот это настолько общепринятая практика и в юморе, и в речи, и в народном, и в фольклорной литературе, что мы не можем ее объявить своей и не можем выделить отдельно советские анекдоты. Что вот их вот столько же было в Польше, столько же было в Бразилии и так же их травили и примерно еще одни и те же темы. Слово травили у нас не сходит с языка. Сейчас это очень неактуально. Или наоборот? Все нормально, мы не в крыле КГБ на Крылатской набережной. Тут можно травить. Травили анекдотами, надо говорить. Возвращаясь к вашему вопросу, даже если вам очень хочется вернуться к этому нашему разговору про менталитеты, языковые картины мира, в которых преломляется наше мироощущение, то анекдот это самое худшее, что может вам помочь. Потому что как раз тут очень типологизированные сюжеты и они очень сильно переходят из культуры в культуру и из десятилетия в десятилетие. В свое время Теодор Шанин, покойный создатель нашего университета, когда он еще был деканом социологии в Манчестере и параллельно русистом, понятно, долгие годы развлекался переводом русских анекдотов на английский язык и практически везде находился аналог. Да, окей, было сложно перевести анекдот, который заканчивался в фразе «And слава КПСС is not a human being at all». Про то, что слава КПСС вовсе не человек. Но даже это он мог. Он сломался на одном единственном анекдоте, который он просто закрыл глаза, зная восемь языков, говоря в совершенстве на них, но тут он понял, что это он точно ни на один из известных ему языков не переведет. Он звучал примерно так. У соседа дом сгорел. Мелочь, а приятно. И вот это оказалось непереводимым для него. То есть вот тут машина дала сбой. Но в остальном, да, попытка отыскать какие-то такие ядерные корни нашего, прости господи, менталитета в анекдотах, да еще советских, да еще 70-х годов, это обреченное предприятие. И это все нам кажется, что это у нас так много, и у нас так много. Можно потешить вся иллюзия, что зато мы такие уникальные, знаете, у нас такой исторический опыт, он так кристаллизовался в анекдотах, которые почему-то возникли за 150 лет и до этого в другой стране, но кристаллизовался в волк. Михаил, простите, можно я вас спрошу про папу? А папа у вас приносил какие-то анекдоты из своей среды? И рассказывали, была практика рассказывать анекдоты в семье? Обычно это служит таким, ну, примером того, как люди по работе, на работе проводят время или с друзьями, а вот в семье это как-то существовало? Да нет, как-то, ну, у моего папы достаточно неплохое чувство юмора, говорят, и среди друзей у него были там люди нелишенные окончательно и Жванецкий, и Арканов, и Горин, и Захаров, поэтому собираться говорить, слушай, вот они встречаются, русские, евреи и Чукчи, зачем, когда можно просто пообщаться, уже будет смешно, там есть у них классические анекдоты жизненные, когда там кладезь этого юмора был Анатолий Дмитриевич Попанов, вот, навскидку летят, они летели куда-то на гастроли, и им сказали, что за границу вообще событие там, не знаю, в Германию, и сказали, что посадка да заправка будет в Лихтенштейне, они все готовились, готовились, и самолет, самолет садился, садился, и потом раз и взлетел, по каким-то причинам, и Попанов говорит, не вписались в страну, слышишь, когда тоже, тоже про Попанова, они ходили, у него жена, актриса тоже была, она была каким-то порторгом, или месткомом в театре, и они ходили по Америке, и она все время языкала язвы все, что вот, вот, и вдруг там где-то они на Брайтон-Бич пирожки продаются, она говорит, вот пирожок с повидом, вот здесь он стоит там 25 центов, а у нас такой же пирожок стоит 5 копеек, он говорит, Наденька, не забывай, что еще после наших пирожков бесплатное лечение, это же не анекдот, это быль, которая перерастает уже в такой фольклорный юмор. Виктор, нам надо согласиться, наверное, с тем, что все-таки для того, чтобы появился анекдот, должно быть общее представление о чем-то, и общее понимание. И дальше вопрос о природе этой общности, потому что как раз вот эта принципиальная разница между быличками, это ладно, это я зря украл антропологу, байками, которые производятся здесь и сейчас в компании, где разделяют все те или иные какие-то коды, тот же упомянутый Горин, Офштейн, когда взял фамилию Горин, тут же фамилию все стали расшифровывать как Гриша Офштейн решил изменить национальность. И никому не надо было объяснять ни мотивы смены фамилии, ни то, почему Горин это как бы теперь будет до конца жизни издеваться на человеком как аббревиатура, и так далее. Но это другой тип общности, это не общность некоторой символической системы в иерархичном социальном агрегате, который мы пытаемся подорвать за счет столкновения с другой такой же иерархией. Это как раз то, что Дуглас называет эгалитарные сообщества, где граница мы и они есть, а вот этой жесткой иерархии социального контроля нет. Вот там появляются байки из жизни, которые становятся такого рода тиражированными анекдотами. А те анекдоты, про которые вы сняли кино, это как раз классика жанра вот этот тип социальных сообществ, которые жестко иерархичны, множественные иерархии, формальные, и при этом жесткая граница мы и они. Отсюда можно сделать довольно странный вывод, что у советской интеллигенции 70-х годов граница между мы и они была еще пожестче, чем у советского государства. Но это следующий шаг для социального аналитика, потому что только в группах довольно замкнутых, построенных на противопоставлении себя другим возникает такого рода фольклоризация истории из жизни, которая становится внутренней валютой при посиделках в следующий раз. А можно ли сказать, что если в обществе во-первых, исчезает жесткая иерархия или она смягчается, а во-вторых, становится гораздо меньше общих тем, но все-таки, наверное, у нас таких общих тем стопроцентных кодов меньше, чем тогда в 70-е годы, несмотря на то, как похоже наше общество. Стираются эти иерархии и где становится все меньше общих тем, и вообще люди меньше интересуются всем общим, большей частной жизнью. Значит ли это, что в таком обществе и анекдотов меньше? Если верить Мэри Дугласу, то в таком обществе победят арбблизианские, физиологичные, не люблю слово примитивные, но тем не менее, да. Вот как раз как в фильме «Идеократия», где единственной общей темой оказывается определенная часть тела, демонстрируемая на экране на протяжении 45 минут, выигрывают все телевизионные конкурсы. Это как раз в том случае, если никаких других социальных общих тем не остается, всегда остается одна общая тема для шуток, это физиология. То есть как раз такие интеллектуальные и сложные анекдоты это признак закрепощенного иерархичного и жестко герметизированного общества. Класс! То есть чем свободнее мы живем, тем у нас примитивный юмор. Конечно. Вас это так удивило сейчас. Ну потому что если у вас нет жесткой символической иерархичной системы, будь то в религиозных, потому что все эти шутки про Христа и разбойников идеологические, какие бы то ни было, то вот именно они рождают множественности сложностей иерархии и возможность подрыва, когда вы перепрочитываете одну иерархию через другую, партийную как религиозную. Это шутка с концом света в отдельно взятой стране. Это до этого. Там, где есть множественность иерархии и можно занимать позицию ироника именно за счет их столкновения. А там, где у нас тесное сообщество друзей, где мы все равны, где это точно такое же герметично замкнутое, там не анекдот. Там вот именно байка из жизни, которая становится элементом фольклора, передаваемого исполнения поколения. Дорогие друзья, мы хотим, чтобы вы тоже поздавали вопросы. Я вас только попрошу придерживаться этой темы. Я понимаю, что с такими собеседниками можно говорить обо всем, что угодно, но мы хотели бы специально поговорить о юморе и об анекдотах застойной поры или может провести какие-то параллели с нашей, с веселой порой, с ничего не похожей на означенную. Но предлагаю вам держаться этой темой и представляться, если вы не против. Барышня из третьего ряда. Спасибо большое. Меня зовут Мария. Вопрос такой. На выставке про 70-е есть большое количество свидетельств акционизма 70-х. Это же тоже юмор, правильно? Но вопрос не к вам, как к людям, относящимся к этой выставке. Вы ее не делали. Но почему это не вынесено вообще в отдельную тему, хотя там градация, дети, сообщество. Интересно на эту тему поразмышлять. Я просто тогда поясню, о чем идет речь. На выставке не навсегда есть фотографии, целая серия фотографий, акций в основном московских художников, которые стягивали материки путем притягивания одного берега московского водоотводного канала к другому, которые запугивали стол и запугивали кресло, которые подстригали струю из крана и так далее. Это все было художественными практиками 70-х годов. Вот о чем речь. У меня есть гипотеза. Я не могу говорить за людей, которые это сделали, хотя выставка мне в целом понравилась. Если бы там очень линейные кураторские комментарии, которые стремятся сразу объяснить смысл всей выставки. почему они не вынесли юмор в отдельный пункт, потому что там каждый второй кураторский комментарий про то, что спецификой этого времени является ирония. Именно ирония является основным художественным приемом соцарта Комары и Меламида. Именно ирония. И дальше как бы поэтому... Но в какой-то момент останется уже ну прям постиронии так вот комментировать иронию в соцарте при помощи такого неироничного комментария. То есть это же... Вот. Поэтому я чего его выносить? Там каждый второй такой комментарий про это. Но это не так? Ну нет, конечно. Ну нет, конечно. Во-первых, то есть в какой-то момент появляется дурацкое слово постмодерн. На следующем этапе люди, которые реально очень хорошо разбираются в искусстве 70-х годов, которые действительно смогли сделать офигенно крутую выставку и к ней претензии, вдруг решили совместить эти объекты со словом постмодерн и сказать, а вы знаете, у нас постмодерн был в 70-х годах. Почему? Потому что они все были ужасно ироничные. То есть я правильно понял, что иронию придумали постмодернисты. Что? И дальше сейчас останется очень прямолинейным и не ироничным. То, что ирония была основным инструментом, ну да, так а что в 20-е годы ирония не была основным инструментом? Есть много периодов в жизни страны, когда ирония, действительно, ирония способна занять метапозицию, доведенную до абсурда, как в случае с Комаром и Ламидом. Да, но так не только у соцарта, и не только у группы коллективные действия ирония является основным инструментом творчества. Ой, интересно, вам казалось, что ирония господствующая, способ описания мира тогда в 70-е годы и на излете советской власти? Ну, естественно, это все было, без иронии бы сдохли все, потому что только относясь к этому с иронией, можно было выжить, потому что это было время, скажем так, беспредельного цинизма с обеих сторон. Эта игра была взаимно, все все понимали, поэтому, если ты без иронии относишься к этим всем догмам, к этим всем славам КПСС, наша цель коммунизм, какая цель, говорят, это висело на ракетном каком-то училище. плакат. И каждый город, в котором было артиллерийское и ракетное училище, оспаривал право говорить, что это именно у нас висело. В Пензе это рассказывали про Артухову, про арт-училища. Нет, а все эти лозунги, там, не знаю, вот, они непонятно к чему призывали. Типа, крепи выше знамя социалистического соревнования. Вот что, а, надо взять, где, а где взять, куда его, где кронштейн, куда крепить. И так, все вот эти идиотские, к лише, а никто не думал. И так существовали как-то параллельные миры. Те делали вид, что они нас идеологизируют, мы делали вид, что мы идеологизируемся, и ходили, выпивали портвейн в подворотне. Прекрасно. Ирония, естественно, не имеет никакого способа выражения количественного, но нельзя ли сказать, Виктор, что, простите за эту вульгарную формировку, что иронии было больше в 70-е годы? Еще раз прошу прощения, я понимаю, что звучит идиотски, но вы понимаете, что это не верно. Как мы ее измерим? Нет, вопрос дома, нет, можно попытаться, давайте попробуем сейчас в эту сторону подумать. Можно было посмотреть, какое количество объектов художественного творчества построены на использовании иронического приема. И тогда, конечно, да, в 70-е годы, если мы говорим про этот всплеск социарта, про этот всплеск принципиально другого способа художественной работы, там было гораздо больше иронии, чем сейчас. Но даже если мы посмотрим на пермский культурный эксперимент десятилетней давности, когда в Пермь, значит, все те же люди, которые здесь на выставке, типа Александра Бродского, притащили кучу своих объектов в 2009-2010 году, но первое, что вы видели, когда вы выходили, вы обнаруживали, значит, такую затонированную полностью BMW 90-х годов, расстрелянную капитально из Калашникова вот прям вот в хлам и внизу такая подпись, типа арт-объект, Москва 90-х, инкрустация, перфорация. Тот же самый прием иронического остранения, то есть то же самое. Да, ирония вернулась в 2010-х, да, была сметена новой искренностью 2020 года, а потом снова вернется. В этом плане, то есть не у постмодерна, чтобы не скрывалась за этим загадочным словом, ни у советского соцарта, ни у, прости господи, значит, нынешнего периода, нет никакой монополии на иронии. Я вот о чем подумал, если позволите поделиться, что вот все авторитетное высказывание в 70-е годы, оно было, ну, сводилось к не очень большому набору нашей цель коммунизма, там, крепи выше знамя, и, в общем, ну, в общем, все, думаю, здесь представляют, даже самые юные гости, примерный набор этих высказываний. И, поскольку они все бесконечно повторялись, сами себя повторяли, закольцовывали, приводили к комическим ситуациям вроде ракетного училища и так далее. И это все вызывало иронию, потому что в какой-то момент из этого мусора решили его использовать как стройматериал. Ну, и так появились там концептуалисты и все прочее. То есть, вот на выставке «Ни навсегда» есть работа, где написано «Наша цель – коммунизм» белыми буквами по красному полотнищу. И ничего смешного нету для 70-х годов, но внизу написано «Комар Меламид». И как только мы подписываем это работа именами современных художников, которые, понятно, как они относятся к такой цели и вообще ко всему этому речевому трэшу. Остается понятно, что это все с фигой в кармане и что это настоящее художественное произведение. Так вот, не являлась ли эта ситуация реально толчком к тому, чтобы иронии, еще раз прошу прощения, стало больше. «Комар Меламид», например, напрямую сформулировали основной смысл соцарта, которым занимались, что это использование стиля примитивно к теме, причем такого стиля, который к этой теме применить нельзя, и той темы, которая в этом стиле не может быть раскрыта. Но там та же самая ироническая модель, где перепрочитываются все вот эти почти ворхоловские сюжеты, только их содержанием становится советская действительность. Поэтому, собственно, когда переводили, написали политизированный поп-арт, потому что переводить соцарт как соцарт на английский было бы несколько странно, потому что, да. Но да, но просто вопрос в том, что ирония не является, ирония – это универсальная, она появляется на протяжении всех десятилетий, где есть искусство. Просто где-то действительно есть пик иронического взгляда, где-то нет. В чем была специфика иронического взгляда? В способности занять мне эту позицию. Поскольку ты не хочешь уподобляться партийным ушлепкам, и в то же время взгляд на диссидентскую тусовку тоже казался очень странным. Поэтому у Юрчака замечательные анекдоты про этих воздушно-вакуумных интеллигентов 70-х годов. Не будем цитировать. Но тем не менее, ну хорошо, ладно, из более приличных – это Довлатов, типа пойдем к этому, то есть он не пойдем к какой-то советской, в смысле он же антисоветский. Это одно и то же. Какая разница? Вот такой вот взгляд – это взгляд ироника. Вот взгляд, который не предполагает свое помещение не в сторону диссидента-борца, про которого замечательный анекдот, где диссидент попадает, значит, в болото с дерьмом и говорит, как вы живете? Говорит, нормально, живем, волну не гони. Примерно вот, юмор а-ля сегодняшний Фейсбук. Но так, господи, все эти мемы, о которых мы говорим, последние, значит, с белорусским подслушивающим устройством, который записал переговоры Польши и Германии, да, там, видели, в общем, ладно, я не буду описывать. Такой картошка и самогонный аппарат, такой змеевик, воткнутый в картошке, типа секретная радиостанция, на которой был перехвачен разговор Меркель, да. Да, вот я как раз хотел сказать, что наоборот, по-моему, намного больше сейчас анекдот, только они, я что сейчас крутил телефон, у меня, ну, за сегодняшний день, я обычно их удаляю, сейчас из-за вас почитал. Десятки этих шуток, это же анекдоты, причем они по злободневности, они опережают время, уже все есть там, что прививку от этого самого коронавируса сделала дочка Путина и Навальный, результат 50 на 50. Про Белоруссию куча анекдотов, вот сейчас, я только что его прочитал, Понтий Пилат хотел уже помиловать Иисуса, но тут слово взял Эльман Пашаев. Это же возникает вот день в день, в одну секунду, и их сотни, тысячи, есть какие-то вообще ниже Плинтуса, просто не смешные, а есть, вот мне кажется, самый тонкий ценитель юмора, вот этот прекрасный ребенок, который находит те глубины, которые были взрослые, которые были взрослые в 70-е годы, я горжусь, что такие дети сейчас. Я тоже горжусь. Дорогие друзья, есть ли у вас вопросы? Серьезно? Все? На этой счастливой ноте, да? Ну хорошо, давайте сделаем... Пока не затопило всю Москву, надо валить. Хорошо, давайте действительно скажем друг другу доброй ночи, еще раз поблагодарим Михаила Ширвиндт и Виктора Вахштайна за этот диалог. Спасибо. А также одарим их каталогами к выставке «Не навсегда» вместе с упомянутыми работами комары, меламиды и подстриганием струи. А вам еще раз хотел бы сказать спасибо. Следующий такой показ состоится 1 октября. Мы покажем фильм про еду и поговорим с шеф-поваром и журналистом Алексеем Зиминым. Прямо здесь. Так что следите за объявлением. Скоро появится билет в продаже. Спасибо большое. Пока-пока.